Привет, друзья! Алексей Смирнов – советский актер, мастер эпизода, который прославился как исполнитель в комедийном Ампла. Ему посчастливилось сотрудничать с мэтрами отечественного кинематографа Юрием Озеровым, Леонидом Гайдаем, Леонидом Быковым, Рланом Быковым. Не все зрители догадывались, что за его добродушной улыбкой скрывается тяжелая судьба, которая принесла ему множество испытаний и потерь. Детство и юность. Алексей Смирнов родился в Ярославской области в городе Данилове. У его родителей Анны Ивановны и Макара Степановича был также младший сын Аркадий. Когда Лёше исполнилось 6 лет, семья перебралась в Ленинград, но там их застало горе, неожиданно скончался глава семейства и матери пришлось одной растить двух мальчишек. До конца жизни Алексей Смирнов прожил в той коммунальной квартире, которую получил еще его отец. В школьные годы мальчик посещал кружок драмы. Участие в постановочных сценках настолько увлекало его, что сразу после школы Смирнов отправился учиться в студию при Ленинградском театре музыкальной комедии, которую окончил в 1940 году и сразу стал актером этого театра. Но на сцене музыкомедии успел поучаствовать только в оперете Розмари, так как был привязан на срочную службу, где его и застала война. Алексей Смирнов служил командиром огневого взвода, а позднее артиллерийской батареи. На украинском и белорусском фронтах также выполнял функции разведчика, неоднократно ходил в тыл врага. Благодаря его персональным действиям было уничтожено ряд подразделений противника, освобожден город Староконстантинов, а также захвачена деревня Эйхенрит. Не раз Алексей Макарович совершал подвиги. Для того, чтобы воодушевить боевых товарищей, в одиночку бросался в атаку на четыре десятка фашистов. Вырывался из окружения во время разведки, причем захватывая в плен солдат противника. На себе переправлял через реку миномет. За доблесть Алексей Смирнов был награжден орденом Красной Звезды, дважды орденом Славы, медалями за отвагу и за боевые заслуги. Но об этих наградах в последующие годы предпочитал не распространяться, считая, что делал то же самое, что и другие защитники Отечества. Великую победу актер встретил в звании гвардии старшина, но уже в запасе. Во время одного сражения он был контужен и впоследствии комиссован. После войны он вернулся в родную мус-комедию. В молодости ему доставались малозначительные персонажи в спектаклях, отчего актер испытывал чувство творческой неудовлетворенности. К тому же маленькие заработки не позволяли ему обеспечивать достойный быт. Во время гастролей Алексей Макарович умудрялся жить на одни суточные, которых не хватало на нормальное питание. Всю зарплату он матери, которая уже в те времена нуждалась в лечении. Актер не рассказывал коллегам о совершенных на войне подвигах, хотя их было немало. Труппа театра узнала о геройском прошлом Смирнова случайно, благодаря его встрече с маршалом Георгием Жуковым. Дело было на гастролях в Капустином Яру, где отдыхали военные. Генерал лично поздоровался с Алексеем Макаровичем на глазах у его коллег и пообещал артисту прибыть на спектакль, в котором тот играл. Со временем публика запомнила внушительную комплектацию Смирнова. Рост артиста составлял 186 сантиметров и стал отребовать новых появлений в образе добродушного увольня. Но мужчину такое ампула тяготило. Внутренне он был драматическим актером, а вовсе не комиком. Но единственная некомедийная роль в театре досталась ему в постановке «Табачный капитан», где он вышел на сцену как царь Петр I. Многие из окружения Алексея Макаровича подтверждали, что артист обладал уникальным тембром голоса, у него был глубокий грудной бас. Вокалистов, владеющих такими способностями, были единицы, поэтому исполнителю неоднократно предлагали сменить профессию, но Смирнов так и остался драматическим артистом. В кино Алексей Смирнов появился уже знаменитым актером благодаря участию в спектаклях. Сначала его попробовали в эпизоде военной драмы «Балтийская слава», затем дали единственную комедийную роль буржуя в серьезном фильме «Кочу бей». После этой работы предложения посыпались на актера. Не всегда он выбирал картины из-за хорошего сценария или сотрудничества с опытными коллегами. Например, в мелодраме «Романы Франческо» Смирнов захотел участвовать, чтобы посмотреть на восстановленный Киев, в котором бывал во время войны. Первыми народными ролями актера Алексея Макаровича были «Матрос Кныш» из «Полосатого рейса» и «Атаман Запорожских казаков» в вечерах на хуторе Близди Каньки. Публика с восторгом встречала его появление на экране. Самую большую любовь зрителей принесли Смирнову фильмы великого режиссера Леонида Гайдая. Киноновелла «Вождь краснокожих» и «Операция И» и другие приключения Шурика сделали его всенародным любимцем. Зрители цитировали персонажей Смирнова, как будто это были настоящие люди, а не экранные герои. А режиссеры встали в очередь за популярным актером, так как стало повсеместно известно, что Алексей Смирнов не только требовательный к себе профессионал, но и очень послушный исполнитель, готовый беспрекословно купаться в ледяной воде, контактировать с дикими животными, падать с высоты и выполнять любые требования руководителей кинофильмов. Сам актер считал по-настоящему своим режиссером только Леонида Быкова, с которым у него к тому же завязалась крепкая дружба. Вместе они поработали в комедии «Зайчик», героической картине «Разведчики», а затем в военной драме «В бой идут одни старики», которую Быков не представлял себе без участия Смирнова. Режиссеру пришлось натуральным образом бороться за товарища с Министерством культуры. Эта работа по праву считается жемчужиной в фильмографии артиста. Благодаря роли механика Макарыча в этом фильме Алексей Смирнов открылся зрителю как незаурядный драматический актер, а финальная сцена у могилы остается одним из самых драматических эпизодов в советском кинематографе. Алексей Смирнов никогда не был женат. Перед самой войной он сделал предложение своей возлюбленной Лидии Масловой, но так как из-за контузии, полученной на фронте, актер не смог впоследствии иметь детей. Он, вскрыв настоящую причину, разорвал помолвку. Впоследствии актер пытался наладить личную жизнь и одно время подыскивал себе будущую жену среди знакомых, но делал это неумело. К тому же Смирнов страшно комплексовал из-за своей внешности. В середине 70-х он пытался построить отношения с женщиной, которая одна воспитывала двоих детей, но из-за пристрастия к алкоголю не смог удержать ее рядом. До конца жизни Алексей жил в коммунальной квартире и ухаживал за больной матерью, страдавшей тяжелым психическим недугом. Болезнь развивалась у Анны Ивановны после гибели на фронте младшего сына Аркадия. В последние годы жизни женщина уже никого не узнавала. Ее пришлось определить в дом престарелых. Алексей Макарович переживал эту ситуацию болезненно. Артист мечтал о детях, даже хотел усыновить ребенка-инвалида. На протяжении 10 лет он навещал в интернате мальчика, страдающего сердечной недостаточностью, но ему не позволили взять ребенка под опеку власть имущие. Тем не менее Смирнов не переставал общаться с детьми-сиротами и дарил ребятам из детских домов собственноручно сделанные игрушки, которые искусно вырезал из дерева. Актер увлекался коллекционированием. У него была обширная библиотека редких книг, большое количество высушенных насекомых и заспиртованных присмыкающихся, а также альбом с вырезками из прессы о самом себе. Алексей Смирнов вел замкнутый образ жизни. К этому привели усилившаяся болезнь матери, собственное ухудшение здоровья, а также начинающаяся зависимость от алкоголя. Скончался актер 7 мая 1979 года. Существует несколько версий того, что именно привело к трагическому финалу жизни 59-летнего Алексея Смирнова. По официальной версии, он находился в больнице из-за ишемической болезни сердца и в течение двух недель восстанавливал здоровье. В день выписки он узнал, что в автокатастрофе погиб его друг Леонид Быков. Эта новость стала сильным ударом для актера, который он не выдержал. По другой информации, он попал в больницу как раз после известия о гибели Быкова и не пережил этой трагедии. Третья версия исходит от главврача больницы и говорит о том, что актер втайне от докторов решил помянуть друга и выпитая рюмка коньяка стала для него фатальной. Похороны Алексея Смирнова состоялись ставшим родным ему Санкт-Петербурге. Его могила расположена на Южном кладбище, там же похоронена мать, которая скончалась двумя годами позже. На памятной доске размещено фото артиста в образе Механика Макарыча. Позднее стало известно, что актер хотел, чтобы на его похоронах прозвучал вальс на сапках Маньчжурии, но из-за закрытого образа жизни артиста об этой просьбе узнали не сразу. Долгие годы память об актере хранилась только в кинолентах с его участием. О нем не писали в газетах, могила не посещалась. Только в 21 веке люди отблагодрили великого артиста и героя войны, установив ему памятник в Фарькове. Экспозиция представляет собой Алексея Смирнова в образе Механика Макарыча из фильма «В бой идут одни старики», а в Санкт-Петербурге в 2011 году появилась мемориальная доска. В новом тысячелетии были сняты документальные ленты о жизни актера. Одна из них «Острова» Алексей Смирнов вышла в 2012 году. Вот таким нам запомнился легендарный актер Алексей Смирнов. А что об этом думаете вы? Пишите в комментариях. Хотите еще больше интересной информации? Тогда подписывайтесь, ставьте лайк и не забывайте делиться этой записью с родными и близкими. До встречи в новом видео.